Здравствуйте дорогие зрители нашего канала. Сегодня речь пойдет о обмене билирубина. Видео снят в новом формате. Ставим лайки и подписываемся на канал. Ваши лайки и подписки вдохновляют автора и помогают развитию канала. Всем приятного просмотра. Давайте начнем с самого начала, то есть сообразования билирубина. Итак, эритроцит, проживший свою интересную и полезную жизнь, то есть эритроцит в среднем живет 120 дней, захватывается ретикулоэндотелиальными клетками или макрофагами, находящимися в селезенке и в костном мозге. Макрофаги расщепляют гемоглобин на фермент гем и на белок глобин. Белок глобин распадается на аминокислоты и повторно используется для синтеза гемоглобина. Фермент гем распадается на два компонента – на железо и на билирубин. Железо, так же как и глобин, повторно используется для синтеза гемоглобина. Неконюгированный или несвязанный билирубин имеет желтую окраску и он очень токсичен для организма. Также неконюгированный билирубин является гидрофобным, то есть он не растворяется в водной среде, поэтому его нельзя вывести из организма. Чтобы утилизировать неконюгированный билирубин, его нужно обезвредить, то есть превратить в водорастворимый, а потом вывести из организма. Процесс обезвреживания билирубина называется конюгацией и она проходит в печени. В печень неконюгированный билирубин попадает с помощью альбумина, но запомните, билирубин связанный с белком, крови еще не является связанным. Также в печени тоже есть макрофагальные клетки, их еще называют клетки купфера, то есть они, эти макрофагальные клетки тоже могут расщеплять гемоглобин. Здесь тоже образуется глобин и гем. Гем распадается на железо и билирубин. Глобин и железо доставляются к костному мозгу и повторно используется для синтеза гемоглобина. Итак, как мы говорили ранее, в печени происходит обезвреживание билирубина, то есть конюгация. К неконюгированному билирубину присоединяется глюкуроновая кислота. Теперь билирубин становится водорастворимым или конюгированным. Также его называют связанным. Его можно вывести из организма. То есть, когда мы говорим связанным, мы подразумеваем глюкуроновую кислоту. Пожалуйста, запомните этот момент. Есть несколько способов вывести конюгированный билирубин из организма. Первый это с помощью желчи. В состав желчи конюгированный билирубин попадает в просвет 12-перстной кишки, а потом в толстый кишечник. В толстом кишечнике под воздействием кишечных бактерий конюгированный билирубин превращается в уробилиноген. 10-15% уробилиногена повторно всасывается в кровь. 85-90% уробилиногена конвертируется в стеркобилин и вводится с фекалями. И именно стеркобилин придает фекалям коричневую окраску. Часть повторно всасавшегося уробилиногена выводится опять с желчью, а другая часть уробилиногена в почках превращается в уробилин и выводится с мочой. Также уробилин придает моче светло-желтую окраску. Выше описанное было кратким обзором обмена билирубина. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Не забываем ставить лайки, подписаться на канал и делиться с друзьями. До скорых встреч!